да да конечно отлично так с с с с с с с ну чё попробуем продолжить про модельные категории немножко а в следующий раз тогда уже перейдем к нашей основной теме про там теорию деформации вот эту науку Хинича и так далее значит что мы давайте я напомню немножко что мы делали в прошлый раз мы говорили что вот у нас есть модельная категория вот смотрите а этот мне лучше пишет действительно как приятно-то значит я не буду повторять аксиомы конечно же тогда у нас есть кодиагональ там в частности у нас есть все конечные пределы и копределы и кодиагональ можно разложить таким образом что вот это вот значит будет ациклическая фибрация а это будет кофибрация и вот это называется собственно цилиндром только цилиндр даже это что-то более общее когда не требуется чтобы это была фибрация то есть просто ну просто слабая эквивалентность то есть ациклическое отображение и дальше если у нас есть такие дела если есть два отображения значит из а в б то мы говорим что ф гомотопно в левом смысле это просто по определению если существует такая диаграмма что вот эти два отображения можно сюда таким образом вот зафигачить так что здесь есть а и здесь есть вот некоторая гомотопия которая вот это отображение тут были какие-то обозначения значит вот это было и а это было сигма вот так что вот здесь это то же самое и как там а вот это аж это гомотопия ну что согласуется значит совершенно с тем как это у нас в топологии происходит и теорема была в том что если ну во-первых там мы доказали что если там а кофибрантно то вот если а кофибрантно ну я просто напомню то значит вот допустим вот вложение там левое или правое вот в а умножить на а а потом вот это вот а тильда что это ациклическая кофибрация да или тривиальная как еще говорят то есть что это слабая эквивалентность и кофибрация вот и значит было так же что эти отображения они образуют эквивалентно то есть что если а кофибрантно вот это вот то так же а вот эти отношения эквивалентности вот это то есть левая гомотопия это отношение эквивалентности ношение эквивалентности вот а также было значит ну правда я сказал просто что это дуальная вещь ну вот можно дать определение того что такое да вот это можно как-то вот так обозначать диагональ можно дать определение двойственного понятия значит это ps object ну вот это значит ps object это некоторое б с тильдочкой то есть некоторое отображение тоже слабая эквивалентность вот избавайте . то есть морально это пространство путей да то есть вот это вот пространство путей от b вот и значит мы но вообще у нас есть отображение вот наоборот диагонали уже да вот и мы его разлагаем то есть другую сторону мы его разлагаем таким образом что значит вот эта штука будет слабой эквивалентностью она могла бы быть еще и кофибрантности но это не требуется а это значит будет фибрант вот это значит будет цилиндром и если fg из а в 2 отображения то говорят что они гомотопные с правом смысле вот в правом же по определению если имеется вот а в этот самый цилиндр некоторые аж тоже его назовем вот это те же самое отображение в b на b и это значит вот пара fg вот ну и в принципе в топологии как мы знаем это все эквивалентно в левом и в правом смысле а да и тут теорема дуальная вот этой теореме ну то есть грубо говоря если b фибрант на то а то да здесь значит отношение эквивалентности на вот отображениях из-за ну некоторые там x какой или в б можно сказать а тут значит если бы фибрант на то вот это правое отношение кивали это отношение эквивалентности отношение эквивалентности на а вот но это двойственное понятие моего то есть двойственное утверждение моего как бы не особо доказываем вот а значит теперь есть мы начнем значит сегодня с такой замечательной теоремы вот мы ну грубо говоря скажем ну грубо говоря тут есть некое длинное утверждение но мораль его в том что если а к фибрант на а б фибрант на то эти отношения эквивалентности эти два отношения суть одно и то же и выбор цилиндра и выбор а вот этого вот p subject он несущественен то есть если мы можем сказать что они допустим гомотопные для какого-то одного выбора в левом смысле то они гомотопные вообще для любого выбора то есть вот так ну значит то что говорится например это следующее что если есть какая-то там левая гомотопия вот а вот это а b вот так аж а это fg то есть вот есть левая гомотопия вот этих отображений fg из-за b то а существует для любого фиксированного выбора то есть тут это а вот этот вот этот цилиндр обжиг он какой-то вот у нас есть гомотопия вот какой-то выбор цилиндр обжиг тогда для любого тогда для любого выбора я если да то есть тут презумпция заключается в том что а кофибрант на а б фибрант на вот тогда для любого выбора вот этого вот ps object от b вот верно вот можно его тут написать да вот есть такая штука что вот тогда значит они будут гомотопные вот в правом смысле то есть существует аж из значит а в этот б ссылочки такой что а аж б стиль . и тут значит будет fg а тут будет вот вот эта штука то есть то есть если у нас есть какая-то левая гомотопия при этом а кофибрант на а б фибрант на то есть значит для любого этого самого существует правая гомотопия но и отсюда если есть двойственное утверждение из этого и двойственного следует что в принципе что если у нас есть ну что вообще говоря нет но в принципе мы и раньше доказывали что отношения там левые эквивалентности как-то нет нет тем не менее это да это новая вещь что значит тогда то есть если есть два отображения например вот fg которые вот гомотопные в левом смысле для какого-то выбора значит вот этого самого цилиндра обжиг то они гомотопны для любого выбора ps object в правом смысле дальше значит значит они гомотопны там для какого-то выбора ps обжиг в правом смысле а потом мы можем взять дуальное утверждение и отсюда будет что они гомотопны в левом смысле для любого выбора цилиндра обжиг вот мы что-то такое сейчас покажем да это мы не можем напомнить потому что это вот аксиоматика что а я понял да да я понял вопрос да не морфизм фибрантинка фибрантин объекты да да это вот если изначального объекта в а это кофибрация то это значит равносильно по определению тому что а кофибрантин я изменяюсь да я просто не понял вопрос а если вот из б финальный объект это начальный объект это финальный фибрация вот то это значит б фибрация слушайте у меня что-то не получается вот как-то отрегулировать эту форточку на ее лучше закрыть и периодически давать сейчас секундочку сверху вот это а вот есть вот это да а окей а и смысле это даст промежуточное состояние не ну вот вроде можно просто вот это вот так оставить а то закрыть ну не знаю тогда не будет еще раз вот это нет 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 а тут не на пинет тут только нет если а кофибрантин вот да здесь б нет чтобы это было отношение эквивалентности а здесь б фибрантин да нет тут утверждается что если и а кофибрантин вот на этой вот здесь вот а кофибрантин а б фибрантин и грубо говоря мораль тогда левое отношение это тоже самое что правое отношение но даже в каком-то смысле больше того потому что тогда выбор вот этого цилиндра объекта для левого отношения и выбора п с объекта для правого несущественным то есть можно если мы знаем что они допустим левый эквивалент относительно какого-то выбора то значит они левый эквивалент относительно любого выбора вот в этом случае а ну некоторые дать типа проективные инъективные надо об этом так думать ну да 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 ну вот да есть вот например может быть я скажу просто что вот если а это белева категория вот может быть да будет полезно если а это белева категория и вот как раз то что я тут начал чуть-чуть говорить до занятия вот обсуждать вот и мы рассматриваем вот c наша вот которая модельная эта категория комплексов ну в общем давайте чтобы не мучиться со всякими там бесконечными в обе стороны из полтон стейнами вот категория комплекса ва давайте рассмотрим c меньше либо равно нуля значит это комплексы которые ограничены справа то есть это ну да комплекса ограничены и справа ограничены и справа тогда на них есть значит модельная структура ну и на ограниченных слева есть другая принципе ну в принципе есть даже что-то более общее а именно на неограниченных обе стороны давайте мы просто простой пример осмотрим вот значит приказ есть модельная структура есть модельная структура значит ну понятно что слабые эквивалентности значит слабые эквивалентности это квази изоморфизма комплексов вазе изоморфизма комплексов значит фибрации это просто по компонентно по компонентно сюрективные отображения по компонентно сюрективные то есть грубо говоря сказать что ну то есть любой объект фибрантин потому что ну отображение ну финальный объект и начальный объект в abelov-вот категории совпадают это ноль ну это ноль то есть значит сказать что объект фибрации надо сказать что отображение в ноль сюрективно это верно всегда до то есть любой объект фибрации в этом случае а значит кофибрации вот f и из K в L — это инъекции такие, что co-kernel, co-ядро вот этого вот F, то есть фактор по образу L по образу K проективен. Вот. То есть получается, что для того, чтобы 0 в L было кофибрацией, то есть чтобы объект L был кофибрантен, нам нужно, чтобы L был проективным комплексом. Ну и есть двойственная ситуация. Ну, например, если я буду рассматривать комплексы, ограниченные слева, то вот это называется вообще... Не, ну это некоторый суррогат, конечно, это более простая ситуация, но это называется проективная модельная структура. А, например, если они идут в ту сторону, то есть инъективная модельная структура, в которой, наоборот, любой объект кофибрантен, а фибрации это комплексы, значит, ну это такие вот отображения... Ну, фибрантный объект это инъективный объект. Ну вот, то есть, в принципе, это имеет... То есть смысл этого в том, что вот в абелевой категории у нас все вот эти понятия для того, чтобы мы делали гомологическую алгебру, то есть понятие вот того, что у нас там, например, комплекс проективен, оно у нас определяется внутренним образом, да? То есть мы можем сказать в терминах абелевой категории, что такое проективный объект, а в общем случае мы не можем, у нас поэтому, значит, вот есть такая дополнительная аксиоматика, кофибрантные объекты фибрантные, а достичь мы хотим того же самого, что в абелевой категории нам дается задаром. Ну, в смысле, это в абелевовой категории? Что? Нет, ну, если у вас есть комплексы, если один комплекс там отображается в другой, есть же понятие к ядра не понял ну да бабили в их теории а окей ну есть нам но это вряд ли то же самое что нам нужно ведь да я тоже не знаю если честно да а как его определять любой вы как-то мне говорили мне кажется ну да да такое категорное понять что он скажешь такой эпиморфизм да потом ну да ну да но ну смотрите вот например симплициальных множествах фибрантные фибрации это там отображение кана топологических пространства ну топологических пространствах это расслоение в смысле сэра но как-то очень трудно то есть такое гомотопическое понятие самом себе расслоение смысле сэра но как-то очень мало может быть упование на то чтобы вот это определение как вы сказали да 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 ну ладно смотрите давайте мы вот эту вот теорему докажем вот то есть мы я хочу доказать значит следующее что значит если у меня значит у нас сейчас а к фибра цен в фибрации дайте основу тут напишу чтобы не было путаница в фибрации и нет ну в принципе есть модельная структура на него на неограниченных в обе стороны но это уже такая менее классическая гомологическая алгебра это там называется модельная структура сполтон стейна ну в принципе я просто не хотел бы сейчас об этом говорить это это более интересная и отдельная тема вот а если ну просто имеется ввиду что если комплекс ограничен справа то вы можете у него там выбрать проективную резольвенту очень легко такую да если он не ограничен справа то не совсем понятно как это делать философский смысл этого примера ну философский смысл но она быстро на везде есть более-менее ну я не ну много где она не но если модель если есть бесконечно один да вот классики говорят что вот есть значит что это чудо да действительно а в общем случае есть бесконечность один категория с этой точки зрения чудо это нету да 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 нету даже даже вот категория биалгебр то есть вот когда у вас есть умножение к умножения и они согласованы даже вот в категории биалгебр насколько я понимаю ну по крайней мере общее не иногда хочется это опровергнуть раньше хотелось но сейчас еще то уже пристал там заниматься но в принципе мне кажется что она близко к тому чтобы была какая-то модельная структура не ну на самом деле модельные категории ослабляют находить и там только там только там только фибрациями только фибрациями но но столицы не получается находить или как будто там принципиально нет ну смотрите что такое еще надо думать о модельной структуре что у вас что первично у вас первичная категория со слабыми эквивалентностями да вот c и некоторые вот класс морфизмов w вот вот это вот первично значит и вы хотите написать значит w минус 1 c но вот даже даже если у вас есть абелева категория вот категория комплексов то что мы тут рассматривали то в принципе это может приводить ну я не знаю в абелевом случае наверно эти от этого можно как-то можно как-то избавиться от этих теоретико множественных проблем но в принципе вот эта категория классически она определяется как вот ну объекты это то же самое что объекты c вот 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 эта категория как бы локализация габриэла цисмана вот а значит она определяется таким образом что вот ее морфизма это значит вот такие вот зигзаги ну в принципе в а вот так как вы проходили производные категории вы знаете что если взять категорию комплексов и сначала ее профакторизовать по отношению гомотопии то после этого уже левый домик можно будет достроить до права поэтому эти все зигзаги они будут просто домиками такими да то есть ну вот это помните же да вот но тем не менее даже если это домики вот здесь у вас для морфизма выбора некоторого промежуточного объекта то есть у нас значит парадигма такая что у нас вот категория что мы называем категории это когда между двумя объектами морфизма это множество для любых и x y c от x y это множество вот объекты c это ну больше чем множество то есть класс там я в этом не очень разбираюсь больше чем множество вот и значит смысл в том что мы стараемся избегать конструкций которые делают из морфизмов множество некоторые другие новые категории в которых морфизмы уже перестают быть множеством а здесь у нас видите вот чтобы определить морфизмы вот даже если этого нет есть просто домик чтобы определить морфизмы нам нужен какой-то еще третий объекты они перестают они множество то есть в принципе вот морфизмы вот такие вот такие данные ну априори это очень много их но то есть это больше чем множество то есть априори это плохая конструкция ну я думаю что во берем случае это можно вот в этом случае это можно как-то с этим вот более-менее справиться без каких-либо проблем но в общем случае вот если мы хотим определить вот эту категорию то то есть наша задача вообще в модельной всех этой науки это вот работать эффективно с такой категории не только ее определить а еще там понимать когда они эквивалентны при разных c и w и так далее вот и в принципе даже вот ее определение а именно вот локализация габриэла цисмана которая вот такие зигзаги да она наталкивается на теоретика множественные трудности вот а мы хотим значит избегать теоретика множественных трудностей в частности ну и для и для этого значит мораль какова что вот вот в случае производных категорий мы можем например вместо того чтобы сделать вот такое мы можем сказать что у нас объекты допустим это проективные комплексы а морфизмы это просто гомотопические эквивалентность гомотопические эквивалентности отображение классы вот гомотопической эквивалентности отображение проективных комплексов этого тоже проходили же да то есть что у нас как бы мы можем определить морфизмы ну грубо говоря мы можем уменьшить что ли категорию мы можем сказать что наши объекты это только проективные комплексы ну вот например ограниченные справа а морфизмы между двумя такими это гомотопические классы от просто обычных отображений комплексов да ну вот и это уже не имеет теоретика множественных трудностей потому что ну потому что ну чё но у нас множество мы еще дополнительно факторизуем но то есть мы получаем множество по-любому а вот это вот имеет то есть вот тут мы получаем большее чем множество а если мы берем вот отображение между проективными комплексами и берем гомотопические классы отображений то мы получаем все еще множество но что мы берем некое отношение эквивалентности на априори множестве ну то есть это хорошо это в общем так себе ну а нет но очень в общем короче смысл том да что мы можем что вот это первая конструкция вторая конструкция это что да ну вот тем ну в каком смысле да да или вы или же у вас должна быть если вы хотите все объекты рассматривать значит у вас должна быть такая вот то что мы тут будем делать должна быть какая-то вот функтор замены любого объекта вот на такую вот как бы резольвенту а после этого вы рассматриваете хом между любыми объектами как между вот этими резольвентами гомотопические классы отображения то есть вот можно тут написать такое вот например это наиболее близко к тому что будет происходить что хом а вот в гомотопическом там от c там от x y это допустим хом от ну то есть это значит допустим вот c от там rx это проективные резольвенты ну или лучше не раку qx qy и мы берем еще гомотопические классы отображений если есть какой-то функтор q который любой объект там ставит ему соответствие резольвенту то есть что-то у фунта нет ночи мы что-то такое а дальше значит но тут выясняется что вот просто специфика вот этой вот категории видите что любой объект фибрантин вот а в общем случае любой объект это неверно что любой объект фибрантин поэтому на самом деле вот эти замены которые у нас будут сегодня возникать в этом случае модельной категории это будут замены не только на кофибрантные объекты она фибрант на кофибрантные ты что он будет одновременно и фибрантный мы кофибрант еще слабо эквивалентным нашему исходному x вот но Большое дело в том, что вот в этом примере из-за того, что любой объект фибрантен, где-то тут написал, да, что любой объект фибрантен, ну, что любой объект фибрантен, потому что это означает, что там из L в 0 это вот сюрлективное отображение, то вот как бы нету уже там дополнительной фибрантной замены, а в общем случае она будет, вот. Как логический пространство, чтобы понять топологию по-другому? Учат, что для любых двух объектов гомотопические классы любых двух топологических пространств, гомотопические классы, это просто отображение по модулю отношения к гомотопии. Но при этом пространства, которые не гомотопические, не изучают, потому что внутри них у тебя нет и пазма. Еще раз. Пространства, которые не гомотопические, как правило, не изучают. Не CW-комплекса. В школе, в университете какой-то шуток. Ну, не изучают, а в принципе, да. Ну, почему не изучают? Ладно, давайте мы вернемся, значит. Вот мы хотим, значит, у нас А кафибрантно, Б кафибрантно. Пусть FG из А в Б лево гомотопный для некоторого выбора цилиндра. Некоторого выбора цилиндра от А. Докажем, что F право гомотопно G для любого выбора ПС от Б. Вот, значит, как мы это будем доказывать? Ну, вот люди рисуют такую вот диаграмму. Значит, у нас обозначения как были. Вот это вот цилиндр фиксированный. Значит, люди рисуют. Вот сейчас нарисуем, потом мы ее немножко пообсуждаем, что тут происходит. Значит, вот тут будет вот этот Б с крышкой. А, я тут, наверное, неправильное обозначение писал, потому что люди пишут вот так вот там. Ну, да, и везде вот. Вот, тут, значит, Б. Конечно, такие доказательства. А тут, значит, вот будет такая вещь. Тут первая компонента это будет F сигма, а вторая компонента будет H. Значит, я сейчас объясню, что это такое. Значит, А, вот этот цилиндр в А это сигма у нас, да? А H это, соответственно, гомотопия. То есть это А на А. Вот это А. Да, это, значит, H. Вот это FG. А это B. То есть у нас такое вот есть. Вот, и мы, значит, тут вот это отображение, вот это у нас будет, ну, обычное отображение, там, две проекции у нас. Ну, вот как у нас, что такое вот P subject? Это у нас есть вот эта штука, вот это есть первая проекция и вторая. Они называются P0 и P1. То есть вот тут это то же самое отображение, P0 и P1, да? Вот, вот здесь это отображение И, причем И нулевое. Значит, что такое? Ну, это странная, конечно, диаграмма, но с другой стороны из нее все получается. А это SF. Значит, S это вот это вот отображение из, вот, из B, B, вот сюда, S. Вот, то есть, значит, вот это вот отображение, это что такое? Значит, SF, давайте я напишу, чтобы было понятно. Значит, я сначала A отображаю в B, как F, а потом S я его отображаю в этот вот цилиндр, как написано там, да? А вот здесь вот F sigma, это что такое? Это я сначала A отображаю, наоборот, в цилиндр A, сигмы, а это я отображаю, сейчас, F, сейчас 4, немножко, это самое, нет, я, извиняюсь, я отображаю A, я отображаю A, вот это самое, сигма, это вот в эту сторону A, да, вот этот цилиндр наш, а это будет F в B, то есть, вот немножко так, вот, то есть, вот тут мы рассматриваем, вот это вот такое отображение, тут вот такое, тут, значит, гомотопию, в общем, что-то такое непонятное, и после этого, значит, да, мы говорим, что эта диаграмма коммутативна, значит, как понять, что она коммутативна? ну, да, давайте поймем, что она коммутативна, значит, у нас возникает, вот, надо понять, что у нас, вот, что такое вот эта композиция, и вот эта композиция, ну, насколько я понимаю, обе композиции, это просто F, F, да, верно это, да, значит, что такое И0, я не объяснил еще, значит, у нас есть отображение из А, вот это А в наш цилиндр, и тут есть, соответственно, два вложения, да, И0 и И1, вот, и, не, ну да, то есть, в общем, И0, это, ну, наверное, правильно сказать, ИЛ, да, обозначения были такие, ИЛ и ИР, а вот И0, это, соответственно, композиция, то есть, И0, это композиция ИЛ, с вот этим сигмой, да, 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 что-то не то, не то, не то, не то, я согласен, 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 да, я согласен, куда она у нас бьет, у нас, и вот это все-таки бьет, сейчас, нет, ваше правило, то есть, объекты были правильные, как и сигму, там, и, да, 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 совершенно верно, да, а тиль, да, это и, да, совершенно верно, и вот здесь тоже имеется, да, то есть, сигмы тут нету, вот, значит, ну, вот, значит, ну, я думаю, насколько я понимаю, вот, что, вот, оба отображения, это просто F и F, то есть, F и F, можно как-то это попробовать доказать, например, там, смотреть, чему равна вот эта стрелка, вот, нижняя, да, то есть, значит, мы, ну, у нас есть отображение еще из-за тильда ва, сигма, и мы его все равно применяем, да, и мы знаем, на самом деле, что оба, что вот это вот отображение, это просто тождественное отображение, да, почему мы знаем, что это тождественное отображение, ну, потому что, ну, собственно, потому что, как мы строим цилиндр, да, мы строим, мы берем сначала вот эту кодиагональ ва, а потом ее там каким-то образом разлагаем через а тильда, да, а теперь что такое вот эта кодиагональ, ну, это то, что, значит, это кодиагональ, это кодиагональ, и мы как бы ее задаем таким образом, что на каждой компоненте она задается тождественным отображением, Поэтому это будет тождественное отображение. Поэтому, если мы возьмем первую компоненту, f-сигма, то если мы дойдем до сигмы, у нас будет тождественное отображение из ова, а потом мы берем еще f. То есть нижняя стрелка в первой ее компоненте дает f. А во второй компоненте она дает f, просто исходя из этой гомотопии, потому что у нас, вот это кто у нас там был, сигма, а вот тут у нас есть теперь И0 сюда, или он не И0, а ИЛ. Ну да, то есть вот И0 это вот это вот отображение, а потом еще мы берем H, то есть значит это будет вот первая компонента из этой диаграммы, это тоже будет F. То есть вот нижняя стрелка нам дает FF, вот, а верхняя стрелка, она... Вот тут, да? Вот то, что я тут говорил. Да, да, ну потому что это кодиагональ, что такое вообще диагональ в категорном смысле, вот B там на B умножить на B. Что это вообще такое? Это на самом деле категорное отображение. У нас есть прямое произведение, да, это категорная вещь, а дальше мы говорим, что это прямое произведение у нас отображается в B и отображается в B левым и правым образом. И теперь мы можем взять вот это отображение тождественным и это тождественным, и это нам дает, значит, некое отображение диагонали. А это как бы двойственная вещь. У нас есть кодиагональ A умножить на A, в него отображается A двумя способами. Вот, а дальше мы говорим, что вот отображение этого A и этого вот сюда тождественным образом дает нам некоторое вот отображение сюда, которое кодиагональ. То есть это по определению практически. Вот, значит, вот это вот мы показали, что F, F, а вот эта нижняя часть, то есть верхняя, наоборот, она, значит, ну, вроде это должно быть как-то совсем очевидно, да, потому что... То, что F и F гомотопна самому себе. Да, да, вот, очень хорошо сказал, да, правильно, да. То, что F гомотопна, вот он правильно сказал, да. То, что F гомотопна самому себе, совершенно верно, да, потому что у нас есть B, вот в этот B, это самое, это B на B, вот, вот эта самая диагональ. И вот тут-то мы понимаем, что вот это отображение, это реально тождественное-тождественное, да, вот это. Это вот, да, вот это вот у нас будет F, а это будет S. Вот, то есть если мы берем вот это вот S, F, нет, не F, а вот это P0, P1, вот, то это будет вот тождественное-тождественное. А тут мы просто берем предкомпозицию с A, с F, вот это из A в B. То есть если мы берем предкомпозицию с F, то у нас вот так это было тождественное, а так это будет F, F. Ну, вроде вот объяснил, да. То есть у нас получается, что верхняя композиция равна нижней композиции, но более того, у нас же A кофибрантна, да, а для кофибрантного A мы доказывали в прошлый раз, что вот это вот E0, это будет ациклическая кофибрация. Это не всегда верно, это верно только, значит, вот для A кофибрантного, оказывается. Вот, а это у нас, значит, да, а это у нас фибрация по определению. Фибрация, да. То есть у нас получается, что у нас есть такая диаграмма, которая коммутативна, в которой левая стрелка это ациклическая, пока мы использовали только что A кофибрантно, где левая стрелка это ациклическая, значит, кофибрация, а правая стрелка это фибрация. Вот, и значит, у нас есть вот некое отображение К, которое является отображением подъема. Это была аксиома там CM4, если я правильно понимаю, которую мы в прошлый раз, значит, выписывали. Вот, значит, теперь утверждение следующее, что, значит, мне нужно построить, то есть, в чем моя цель, собственно, мне нужно построить вот это вот H, мне нужно построить правую гомотопию. И вот я положу, что H равно вот в этих обозначениях, значит, I1 умножить на K. Это будет из А в B. Ну вот, и значит, только вот то, что меня смущает, это то, что я где-то должен использовать, был, где-то должен был использовать, что... Да, я нигде не должен был использовать. Здесь нигде я не должен был использовать, да. То есть, нет, здесь нигде, да, действительно. То есть, B, вот тут пока B не используется, что B фибрантно, A кофибрантно, а B, значит, любой объект, да. А тут и G пока никак не участвует, да? Какой G? У нас есть два отображения G. Нет, сейчас будет, сейчас будет. Вот я положил, видите, тут у нас было и 0, вот это и 0, а у нас еще есть отображение и 1. И вот это вот, и 1, это значит, вот-вот, которое с другим, с другим вложением вот из А в это связано. И вот это мы сейчас используем. То есть, да, да, значит, вот утверждение, что вот это вот и 1К, вот это вот, оно дает как раз гомотопию. То есть, если я буду теперь, вот возьму теперь, то есть, что я должен показать, да, я должен показать, что... что если я возьму вот это вот и 1К и потом возьму П0, то я получу F. А если я возьму и 1К и возьму П1, то я получу G. Вот, окей. Давайте, значит, каким-то образом это докажем. Ну, я бы как сказал, давайте сначала для E1 докажем. Я думаю, что для E1 это... То есть, для P, для вот этого, для... Сейчас, 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 сейчас. Сейчас. Ну, да, да, то есть, то есть, мне на самом деле на это P0, P1 можно, в общем, забить, потому что я знаю же, что вот этот треугольник коммутативен, поэтому, чтобы считать... Вот у меня есть две таких композиции с P0 и P1. Но мне достаточно, как этот треугольник коммутативен, мне достаточно считать вот две таких композиции и вот отсюда брать, соответственно, произведение в проекции в B и в B, да? Вот эти там... P0 и P1. Вот, ну, хорошо, значит, что я могу сказать вот про вот эту композицию? Я беру сначала A, значит, беру E1, то есть E1, это, значит, она отображается в A умножить на A. Ну, E1, это, скорее, значит, она уже отображается вот E в A отсюда, а потом это A отсюда, значит, отображается сигмой в A, да? А это потом отображается F в B. Это вот я про первую компоненту говорю. Ну, первое, значит, значит, вот это отображение, как мы выяснили, у меня равно тождественному и для вот и L, и для IR. То есть это совершенно неважно. Оба отображения равны тождественному, мы их так определяем. То есть мы и в случае E, или в случае... Ну, когда вот у меня тут E1, это значит, я должен брать IR. Но это неважно, потому что оба отображения равны тождественному, и когда я беру посткомпозицию с F, я получаю F, да? То есть вот это вот, то есть, значит, вот это вот, это легко понять, да? Потому что вот... Почему я беру вот эту? Потому что это вот первая компонента, так определяется, F сигма. Вот, а вторая компонента, это, значит, H. То есть это я делаю как бы то же самое, только... Значит, я беру, да, вот беру A, беру, значит, и L, и R, тут беру A умножить на A, тут беру I в Атильда, а тут беру вот H в B. Вот. И я знаю, соответственно, что вот первое отображение из этой композиции, то есть, если я беру с I, L, вот эту вот всю процедуру, оно мне дает F, а если с I, R, оно мне дает G. Вот. Это, значит, так как у меня тут вот с I, R, вот это I, 1, значит, оно мне дает G. То есть, значит, вот эта первая композиция равна вот такая, зигзагом, вот по первому компоненте F, а вторая G. Ну, в общем, очень странное какое-то рассуждение, какое-то... Но, тем не менее, вот мы показали, да, что если вот взять вот это K, тут взять I, 1, потом, значит, вот такую вот змейку, то мы получаем в случае первой проекции F, а в случае второй G, то есть, значит, вот эта вот штуковина является гомотопией для любого совершенно вот этого P-собжекта. А мы вроде фибранты B... Совершенно не использовали, да. Правильно говорите? Я вот, да, тоже... Но теперь, да, но видите, теперь мы хотим это дело дуальным образом сказать. То есть, что мы теперь хотим сказать? Теперь мы хотим сказать, что пусть... Пусть B фибрантно и пусть A в B два отображения там, вот право там гомотопное для некоторого выбора... некоторого выбора П-с от B. Тогда они... Тогда F лево гомотопно G для любого выбора... для любого выбора цилиндра от A. То есть, это как бы двойственное отображение... двойственное утверждение тому, что у нас есть тут, и мы его доказывать не будем, просто там помахаем руками, скажем, что мы просто обращаем стрелки. То есть, получается, что если у нас B фибрантно и кофибрантно, то есть, вот следствие из этого всего, это если... Если A кофибрантно, то есть, да, А B фибрантно, B фибрантно, то вот это L правому... И это на самом деле верно для любого... Тут я не буду это писать, и это верно для любого выбора еще... Вот, цилиндра и object, и pass object. То есть, если, например, они лево гомотопны для какого-то выбора, то они лево гомотопны для любого выбора, да? Понятно, да? Вот. А можно вопрос? А правда ли, что в этом рассуждении по 8 всего, можно сказать, очень форматно? То есть, сказать, что... Ну, например, как мне... Вот то, что тут было сказано, да? Да-да, как мне доказывать это суждение? Да. Ну, конечно, вот... Значит, как это называется? Аппоедитом феверной модели, где все равно вперед, да? Да-да, но мы это вот в прошлый раз упоминали орально, но, может быть, не все были. Да-да, никаких проблем нет. То есть, то, что тут говорится, говорится следующее, что пусть C, пусть C модельная категория, модельная категория, значит, у которого есть там, соответственно, кофибрантности, фибрантности и слабые эквивалентности. Тогда C, оп, оппозитная категория, тоже модельная категория, модельная категория, в которой кофибрантности в C, опп, это то же самое, что в фибрантности в C, фибрантности в C, опп, это то же самое, что в кофибрантности в C, и слабые эквивалентности в C, опп, то же самое, что слабые эквивалентности в C. Ну вот, и после этого, например, если мы хотим доказать вот утверждение, которое я сейчас упомянул, то есть сделать то же самое, только начиная не с левой гомотопии, а с правой гомотопии. То есть у нас понятно, да, что при вот этом вот соответствии с C в C оппозитное у нас прямое произведение перейдет в прямую сумму, то есть наоборот, ну и в ту, в другую сторону и так далее. То есть у нас реально, то есть при этом соответствии вот PES, цилиндр-обжект перейдет там в PES-обжект, да, в смысле вот C, это будет то же самое, что PES в смысле C опп. Потому что, ну, кофибрантности перейдут в фибрантности, фибрантности в кофибрантности, и просто это общекатегорное утверждение, что ко-пределы в C опп или там пределы, это то же самое, что наоборот пределы или ко-пределы в C. То, что изначально, то есть это как диаграмма коммутативная, было, ну, и строился К. Да. То есть и какой вывод делается, чтобы потом двойственно... Не, ну а теперь нам надо просто, что такое C опп? Это нам надо изменить все стрелки. Вот мы берем так дружно, у нас тогда вот эта стрелка, да, ну, в смысле, я не понял, может быть, какой вывод. Нет, тут делается вот, что мы тут доказали. Тут мы доказали, что если F и G лево-гомотопны для некоторого выбора цилиндра, то они право-гомотопны для любого выбора P subject от B. А теперь мы хотим доказать обратное утверждение, что если F и G право-гомотопны для некоторого выбора P subject от B, то они лево-гомотопны для любого выбора цилиндра. Понятно, да? И это вот просто тут говорится, что это можно сделать, просто не доказывать это все вот лишний раз, а можно не повторять эту всю канитель, а можно просто вот это утверждение вот таким образом, значит... А можно просто сказать, что левая гомотопия F и C, она перейдет в правую? Правую, ну, я сказал, что цилиндр перейдет в P subject, вот там, ну, да, я это имел в виду, да. Левая гомотопия, вот это вот, вот это соответствие, оно меняет левую гомотопию и правую гомотопию. Ну, просто для начала надо понять, что сумма перейдет в произведение, то есть если мы, например, считаем в категории, оппозитной категории множеств прямое произведение, то мы получаем дизъюнктное объединение, как бы, да? То есть если у нас это категория множеств, мы знаем, что в нем прямое есть сумма и прямое произведение. Прямая сумма — это дизъюнктное объединение, прямое произведение — прямое произведение. А теперь мы берем множество оппозитное, ну, оппозитную категорию, то есть стрелки в другую сторону. Тогда у нас просто вот эти универсальные диаграммы, которые определяют прямую сумму и прямое произведение, они перейдут как бы в двойственное, что ли. вот и поэтому то есть как показать например что прямая сумма sets of это самое что прямое произведение в sets просто написать эти диаграммы обратить все стрелки да да то что построение да ну да 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 я сейчас еще раз можете сказать я не понял вопрос до строится к дальше а дальше а дальше вот а дальше я просто немножко знаете не не последовательно использую доску а дальше берется вот такое да то есть делается вот тут у нас каблаз и 0 а тут берется с и 1 вот и оказывается о чудо что вот когда мы берем при композицию с и 1 то она значит вот решает нашу задачу ну я не знаю на самом деле так наверно если долго возиться со всем этим то такое вот можно придумать но я бы вот сразу бы я не придумал да только фибра на этот cw комплекса а фибра на любые ладно окей значит все это мы доказали это тоже прекрасно а теперь мы докажем значит что мы теперь докажем теперь мы докажем теорему вот этого самого уайт хита давайте докажем против в прошлый раз упомянули я даже сделал небольшую ошибку формулировки меня так поправил вот сейчас мы ее докажем и мы увидим какая-то формулировка так значит что такое теорема уайт хита для топологических пространств это утверждение что если у нас есть отображение cw комплексов x и y а которая непрерывная которая индуцирует изоморфизм на гомотопических группах с базой в любой точке то тогда это гомотопическая эквивалентность вообще у нас будет как бы две таких два таких понятия вот есть понятие значит слабая эквивалентность слабая эквивалентность это вот просто на а есть понятие гомотопическая эквивалентность гомотопическая эквивалентность за счет такой гомотопия гомотопических вален это как в школе учат это значит если есть некоторое отображение f из x в y то что такое что f гомотопическая эквивалентность если существует g из y в x такое что f g гомотопический эквивалентно тождественному отображению x а только тут нужно сказать ну если у нас x и y оба фибрантные и кофибрантные то не возникает проблем с тем в левом там или правом смысле но так как мы это и будем предполагать то в общем тождественному y то есть то есть значит это как бы априори два разных понятия и какие там между ними взаимосвязи это так сразу непонятно то есть если есть да вот и и значит теорему айтхида говорит следующее она говорит что если f из x в y слабая эквивалентность то есть в w и x y фибрантные и кофибрантные одновременно и оба одновременно то x то есть f гомотопическая эквивалентность то есть еще раз я это говорил там два раза назад но вот то есть смысл в том что то понятие гомотопической эквивалентности которые учат в школе между отображениями топологических пространств оно правильное только если вот если у нас оба пространства cw комплекса и сейчас мы это увидим как это используется что по обратной стороне по обратной стороне что по обратной стороне тоже но тоже при 1 при тех же самых ассамшин ах ну что другое это как там по-другому доказывается нет айтхида это вот это но тоже да если правильно говорить что если есть у нас наоборот гомотопическая эквивалентность вопрос является ли она слабой эквивалентность но нужны условия какие-то вот как нет 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 дело в том что гомотопические нет нет гомотопическая категория но если у вас есть x и y которые про которые вы не знаете что они фибрантные кофибрантные вот вот не-не-не обсуждаются обратное утверждение к этой теме предположим что f и g обладают вот таким свойством можно ли отсюда заключить что f это слабая эквивалентность конечно это изомархизм категории внутри а что не мы не про топологические простые мы про любую модельную категорию говорим ну хорошо даже даже если даже если а что то есть даже в модельной если это не то есть даже ваш топ если это не c w комплекции на ней ну наверно да 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 нигде нет нет я даже больше в общем оба для обратный тяду в общем в книжке пишут что для теоремы обратный к уайт хеду нужно тоже предполагать что x и y фибрантные кафибранты в общем случае ну дайте сейчас не буду это обсуждать ладно то есть это не автоматически идя давайте докажем вот эту самую теорему айтхеда то есть еще раз давайте вот тут у нас много дискуссий давайте я еще раз просто скажу в чем цимус так сказать то есть что вот у нас вообще вот книжки фукса например говорят что ну вот вот таким образом определяют вообще гомотопическое ну но в книжке фукса в каком-то смысле да вот гомотопическая эквивалентность двух двух пространств x и y определяется ну и вообще классических учебниках топологии определяется таким вот образом что если есть f есть другую сторону же такое что композиции гомотопная соответственно тождественным иксу тождественным и оказывается что вот ну ну вот в этой вот науке мы до самом деле обращаем слабые эквивалентности они гомотопические вот и это оказывается вот истер одним и тем же то есть грубо говоря неверно думать о гомотопической категории топологических пространств как а категории в которых мы вот такие вот отображения f должны обратить но если вот наше пространство это cw комплекса то это действительно одно и то же ну по крайней мере вот в одну сторону мы сейчас докажем вот окей значит как мы это докажем ну в одну сторону значит мы можем то есть мы у нас есть f вот из x в y ну я хочу построить хочу построить g до построить же из y в x ну в одну сторону я его построю просто просто вот таким образом то есть значит x будет тот будет y нет то не осознитесь тут будет y тут будет x вот тут будет мое f и тут будет значит x y вот такая вот да тут будет тождественное отображение такая диаграмма то есть она говорит просто что это пустое множе ну начальный объект что я могу вот так отобразить начальный объект и так значит а вот я не неправильно вам сказал значит я забыл один шаг то есть значит значит идея такая что я хочу доказать это в двух случаях значит первый случай что f это ациклическая фибрация 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 и второй случай это что f ациклическая кофибрация вот ну а почему собственно этого достаточно ну потому что ну потому что у нас любое отображение f из x в y а можно его каким-то образом вот таким образом разложить по аксиоме cm5 где вот это будет кофибрация а это будет фибрация и одну из них будет на наш выбор будет еще слабой эквивалентностью да но если f у нас само было слабой эквивалентностью то и если одно из этих двух является слабой эквивалентностью то тогда значит и третья является слабой эквивалентностью то есть короче говоря мы можем разложить наше f таким образом что вот это будет кофибрация и слабая эквивалентность это будет фибрация слабая эквивалентность. Поэтому, чтобы построить такие квазиобратные, нам нужно это сделать в двух случаях. Когда F это ациклическая фибрация и когда F это ациклическая кофибрация. А после этого мы их там соберем вместе, эти квазиобратные, и получим то, что надо. Мы сейчас рассматриваем первый случай. F у нас ациклическая фибрация. То есть F это ациклическая фибрация, а Y кофибрантна. Поэтому диаграмма удовлетворяет этому условию CM4. Поэтому существует вот такое отображение G, которое делает диаграмму коммутативной. А из этого следует просто, что G умножить на F просто равно identity этого Y. окей, но этого недостаточно для того, чтобы закончить со случаем 1, потому что мне еще нужно рассмотреть композицию F на G. И мне надо показать, что она гомотопически эквивалентна тождественному отображению X. Вот. Вот это тут какая-то немножко более мутранная история, но не очень мутранная. Не такая мутранная, как вот до этого. Значит, мы покажем, что она левогомотопна. Ну, это без разницы, но мы покажем, что она левогомотопна. Значит, покажем следующим образом. Значит, если у нас будет вот вот это X на X, значит, тут вот этот X сильда, тут будет и 0, и 1, вот тут будет X, Y, F, вот тут будет, значит, сигма на F, где сигма вот. Значит, да, а тут вверху будет вот тета на F, а тут будет тождественное отображение X. Вот. Вот это вот хитрая такая, то есть не тета, я извиняюсь, тета это наше G, потому что там тета это G. То есть вот G на F, а вот это G на F, про которое мы не знаем пока ничего, вот, на тождественное отображение X. значит, вот вот такая диаграмма, и любопытно, что вот то, что мы, когда мы берем композицию с F, вот про G на F мы ничего не знаем, но когда мы берем композицию с F, то мы получаем G на F на F, да, и вот про эту вот часть мы знаем, что это просто равно тождественному отображению Y, поэтому у нас получается F, F, да, то есть если мы берем композицию вот этого с F и этого с F, у нас просто получается вот что эта композиция равна F, F, верхняя. Понятно, да? То есть смысл в том, что вот это вот, вот у нас есть G, F, она, мы про нее ничего не знаем, но вот если мы потом возьмем, но вот тут-то мы берем ее еще посткомпозицию с F, и тогда вот про этот кусок мы уже знаем, что он тождественный, и поэтому у нас получается F. То есть мы, грубо говоря, F можем, вот F мы можем получить двумя способами, как композиция тождественного с F и как композиция G, F. Вот, C, ну, понятно. Вот, значит, тут получается F, F, а тут получается тоже, вот как вы там говорили, это просто как бы гомотопия, да, потому что у нас вот X на X, там в X тильда, значит, это отображается в X и вот так, это, значит, тут все равны там тождественному, а потом мы еще просто берем отображение F в Y, то есть у нас тогда вот оба, обе компоненты будут просто равны F, и тут, собственно, вот это вот и записано. То есть у нас обе вот этих штуки, они получаются равны, значит, F, и у нас в результате получается некое отображение H. Диаграмма коммутативна, вот это ациклическая фибрация, это просто кофибрация, да, и у нас, значит, получается, что есть такой H по четвертой аксиоме, и, значит, теперь что нам это дает? Ну, это дает, H дает гомотопию между этим GF и тождественным, левую гомотопию. То есть это вот, собственно, то, что мы хотели. То есть мы построили такое G, такое, что GF просто равно тождественному Y, а другая композиция, она лево-гомотопна. Ну и, в принципе, тут дальше можно опять, наверное, начать размахивать руками и сказать, что второй случай, вот когда F, то есть мы полностью разобрались с первым случаем, а со вторым случаем, когда F – это ациклическая кофибрация, ну, это можно там сделать, перейдя к дуальной истории, но можете в качестве упражнения просто попытаться сделать. Это на самом деле несложно. То есть, если, например, у нас F – это ациклическая кофибрация, то как можно начать? Вот у нас есть там XY, вот у нас есть F, оно ациклическая кофибрация, нам теперь нужна какая-нибудь фибрация. Ну, можно взять там финальный объект, да, и тут взять тождественное отображение X. Вот эта диаграмма будет коммутативна. Это будет фибрация, это будет ациклическая кофибрация. Ациклическая – это значит слабая эквивалентность, да? Да, мы пользуемся, что это ациклическая. А мы просто иначе бы не могли применить. Это у нас кофибрация, и что у нас аксиома CM4 говорит следующее, что такой подъем существует, если вот есть такая диаграмма, в которой левая стрелка – кофибрация, правая – фибрация, и еще к тому же либо левая, либо правая является слабой эквивалентностью. Иначе мы не можем. Но мы это иначе используем, когда в роли живут. Там тоже, левая стрелка, а правая – это слабой эквивалентностью. Нет, сейчас, а тут мы что, не использовали? Нет, нет, мы и там, и там использовали. Да, и там, и там использовали. Нет, ну такая немножко формальная наука. Нет, я просто вот к тому, что второй случай, он является формально дуальным первому, ну вот, например, как нам построить G? Ну вот, собственно, ну да, вот мы, например, вот у нас теперь F – это ациклическая кофибрация, но мы вот рассматриваем вот эту диаграмму, которая там дуально, вот в верхней диаграмме, да, у нас там финальный объект дуален начальному, и так далее, у нас получается вот такое G. Это фибрация, это ациклическая кофибрация, ну и так далее. Дальше мы там делаем то же самое, в общем. То есть на этом шаге мы строим, то есть на этом шаге у нас получается, что FG просто равно тождественному отображению X, да, вот, а тут было, тут было GF, FG, а тут, по-моему, должен быть в другую сторону, да, в другую сторону, да, да, в другую сторону, то есть вот, а теперь мы должны доказать, что F на G, судя по всему, право гомотопное, там, тождественному Y, но это мы делаем, ну, либо просто вот руками повторяем это суждение, либо, значит, говорим, что все дуально. Все, понятно, что мы, значит, доказали теорему Айтхеда, да? Вот. А теперь, кстати, вот есть такая, нам понадобится еще такая лема. Для того, чтобы дальше там что-то делать, нам понадобится такая лема. Предположим, пусть C модельная категория, модельная категория, ну, кстати, красивая лема на самом деле. А D любая категория. Есть F, это функтор из C в D, функтор, который переводит слабую эквивалентность в изоморфизм. Изоморфизм просто. Тогда F от... Тогда, если F лево гомотопно G или F право гомотопно G, то F от F равно F от G. То есть, если F переводит слабые эквивалентности в изоморфизм, то F и левые, и правые гомотопии переводят в равные отображения, при этом никаких там нету на фибрантность, там, кофибрантность, нет никаких вообще условий. вот такая теорема. Как доказать? Знаете? В смысле, в равные? В равные, просто физически равные, да. Ну, ну, а как, если у вас есть два отображения в категории, что с ними? Это же не два объекта, что с ними еще может быть? А, могут быть еще, да, слабо, буквально. Нет, ну, равные, да. Ну, это же два вот отображения вот в одну и ту же сторону. Заводит такая, немножко неожиданная, но безумно простое, простое утверждение при этом. Ну, давайте там про левые рассмотрим. Значит, что такое у нас, вот, что у нас насчет левого? Давайте докажем для, докажем для левого вот этого, для левого. Для правого то же самое. Значит, то, что у нас F и G слабо гомотопны, лево гомотопны, это означает, что у нас есть А на А, значит, ВА, это ВБ, и вот это вот FG. То есть, это означает, что и 0, и 0, F равняется, я извиняюсь, H. А FG на землю сверху? Да, 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 правильно, правильно, да, я уже заметил, я извиняюсь, да. значит, и 0, H равняется F, и 1, H, это H, гомотопия, вот тут, равняется G. Значит, докажем, ну, казалось бы, что если бы мы знали, что и 0, и 1 равны, просто, то было бы все хорошо. Тогда бы мы могли сказать, что F это, ну, сейчас, ну, да, значит, сейчас, секундочку, секундочку, значит, да, давайте, значит, да, я хочу сказать, что и 0 равно и 1, то есть, то есть F от и 0 равно F от и 1, вот, относительно моего функтора F, вот, а как мне, собственно, это доказать? Вот у меня есть, собственно, цилиндр, вот этот изначальный цилиндр, значит, и 0, и 1, да, вот тут было A с этой самой крышкой, тут было по диагональ, тут был A, вот это было sigma, и вот эта вот sigma у нас слабая эквивалентность, то есть ее можно, то есть у нас, короче говоря, было следующее, что и 0, композиция sigma, она была равна тождественному отображению A, и композиция I1, sigma, тоже была равна тождественному отображению A, но sigma слабая эквивалентность, а значит, F от sigma, изоморфизм, то есть значит F от sigma на F от I0 равняется тождественному, и F от sigma, F от I1 равняется тождественному, и при этом F от sigma изоморфизм, F от sigma в минус 1 существует, ну вот, поэтому F от I0 равняется F от I1, что можем умножить на обратное, к F от sigma, вот, значит мы получаем вот это, а значит мы получаем вот это, такой вот, вот, довольно красиво, да, вот, хорошо, значит, ну и теперь мы можем, значит, финальным шагом всех вот этих начинаний, зачем это все было нужно, значит, для того, чтобы построить гомотопическую категорию, значит, что мы хотим построить, а вообще, не, вроде все сходится, ну да, то есть, значит, вот, где, то, что, это, Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот, значит, я... Пусть С — модельная категория. Ну и я, естественно, хочу построить некоторую гомотопическую категорию ХООО от С, которая обладает следующим свойством, что есть функтор из ХОО в ХОО от С. Сейчас мы как-нибудь напишем, как он там называется. По-моему, гамма, если я не ошибаюсь, да, гамма. Значит, такой, что гамма переводит, слабый эквивалент, переводит V в изоморфизмы, и который является универсальным, начальным для таких функторов. То есть, если есть F из C в D, который переводит слабые эквивалентности в изоморфизмы, то существует единственный... там, как его обозначить, F со звездочкой, то существует единственный F со звездочкой, Че... Да, значит, при котором диаграмма коммутативна. Вообще, обычно говорят, что этот F со звездочкой единственный, с точностью до единственной эквивалентности. Но... А это будет в производной категории? Да, да, вот это ХОО от С будет действительно в том примере с комплексами, о которых мы говорили, да, вот в начале. Это будет действительно производная категория. То есть, это такое вот обобщение производной категории на неабелев случай. Совершенно верно. То есть, собственно, в каком-то смысле, да, это наша цель, а дальше в какой-то момент со следующего раза мы уже прервемся на эту тему. То есть, наверное, я не буду... Ну, вы уже понимаете, о чем идет речь, уже сами там можете прочитать, может, я продолжу. То есть, про всякие эквивалентности я, наверное, всю секунду, по крайней мере, не буду рассказывать, может, потом. Вот. И вернемся к тому сюжету про... Уже к симплециальным там модельным категориям и к тому сюжету. Вот. Такая в модельной категории существует всегда, да. Ну, если она существует, то она единственная, да, то есть там, ну, с точки зрения эквивалентности. Да, да, надо доказать, что она существует, конечно, да. Нет, ну вот давайте вернемся к нашей леме, которую мы только что доказали. Значит, мы знаем, что, значит, если... Ну, грубо говоря, вот этот функтор, F со звездочкой, он в каком-то смысле должен... Нет, ну, то есть, это некоторая, как бы, идея, такой хинт на тему того, подсказка, как можно вообще эту гомотопическую категорию определять. То есть, если мы морфизмы определим как какие-то лево там или право гомотопические классы отображений, то по вот этой леме, значит, любой функтор, который переводит слабые эквивалентности в изоморфизмы, он переводит гомотопные, ну, левое или правое гомотопные отображения в равные отображения. Ну, поэтому, в принципе, вот эта лема, она на самом деле связана напрямую с этой задачей. То есть, эта лема подсказывает, что мы можем вот морфизмы в этой гомотопической категории определить как классы гомотопий, вот, левый или правый. А с другой стороны, для того, чтобы доказать, что она... Вот я просто так размахиваю пока руками, сейчас я построю, конечно, честно. Вот, чтобы вот эту гомотопическую категорию как бы доказать, что она удовлетворяет нашему условию, то есть, что она W переводит в изоморфизмы, я имею в виду, что у меня есть теорема Уайтхеда. То есть, что теорема Уайтхеда говорит, что если у меня есть слабая эквивалентность между фибрантными и кофибрантными объектами, то это будет гомотопическая эквивалентность. Ну, поэтому, в принципе, если бы я определил вот эту Хуа-Ц как гомотопические классы, ну, в некотором роде, как морфизмы, как гомотопические классы отображений между фибрантными и кофибрантными объектами, то теорема Уайтхеда дала бы мне, что слабая эквивалентность переводится в изоморфизм здесь, потому что гомотопические классы, ну, что такое гомотопическая эквивалентность? Это изоморфизм в каком-то смысле в категории, в которой я морфизмы определяю как гомотопические классы. Ну вот, ну, собственно, вот это мы имеем в виду, то есть вот теорему Уайтхеда и эту лему, и, значит, конструируем, так сказать. Не, ну, то есть идея, значит, заключается в том, причем вот, насколько я понимаю, здесь необязательно даже предполагать, что есть, ну, вот, что вот эта вот кофибрантная-фибрантная замена функториальна, и если я это предположу, на самом деле мне это мало даже поможет. Ну, мне так кажется. То есть идея, значит, в следующем, что я могу каждый объект заменить на фибрантный-кофибрантный. Каждый объект заменить на фибрантный-кофибрантный и кофибрантный одновременно. Значит, следующим образом, что если у меня есть, значит, любой объект X, X объект, я могу рассмотреть вот такое отображение изначального объекта в X. Оно всегда существует. И дальше я его могу разложить на некоторый объект Q от X, а здесь это, значит, будет просто, это будет, ну, окей, это будет, значит, вот это будет фибрация, фибрация и слабая эквивалентность, а это будет кофибрация. Вот. Ну и если изначального объекта в Q от X отображения у меня кофибрация, это вот эквивалентно тому, что вот этот, вот, что Q от X кофибрантен. То есть это дается аксиомой CM5, вот, половинка этой аксиомы, то есть я могу любой объект, вот, грубо говоря, вот то, что я тут делаю, это проективная резольвента, да, то есть я беру, значит, вот у меня есть какой-то комплекс X, я заменяю его на проективную резольвенту, и таким образом, что у меня есть субъективное отображение, отсюда, вот, в мой X, потому что фибрантность и одновременно слабая эквивалентность, то есть квази-изоморфизм комплекс. Вот. Но я на этом деле, значит, не ограничусь, я теперь сделаю следующее. Значит, у меня есть еще Q от X в X теперь, Q от X в X, и я могу его разложить на R Q от X в X, где, значит, кто будет кем, надо... А, нет, я говорю ерунду, конечно же, извините, пожалуйста. Я беру отображение, вот, финальный объект, вот, из этого Q от X, оно всегда существует, вот, и теперь я раскладываю на R Q от X вот сюда, так что это фибрация, а это ациклическая кофибрация, вот. Ну и таким образом я построил объект... Ну да, то есть теперь вот этот вот объект R Q от X, он и фибрантен, и кофибрантен. Ну, почему он, собственно, вот, фибрантен? Потому что его отображение финальный объект фибрантен. А почему он кофибрантен? Ну, кофибрантен, потому что для того, чтобы он был кофибрантен, мне нужно, чтобы вот отображение, значит, вот, изначального объекта в него было кофибрацией, да? Просто по определению. Но это отображение, это то же самое, что вот такое отображение, где вот это вот это отображение здесь стоит. Потому что, ну, как бы для того, чтобы... Ну, потому что существует единственное отображение, из начального объекта куда угодно. То есть, если это какой-то начальный объект, то, значит, два отображения в любой другой объект по определению равны. То есть, значит, это композиция. Но это же я знаю, что кофибрация, да? И это кофибрация. А значит, их композиция тоже кофибрация. Мы в прошлый раз доказывали. То есть, значит, это объект эфибранцин и кофибранцин. Такая вот хитрая штука. Ну и, в принципе, то, что я должен сделать, это я должен вот задать некоторые... Ну, либо я должен иметь как бы функториальное, действительно, такое разложение. Тогда у меня это определено функториально. И более того, любой морфизм f из х в у задаст мне, соответственно, rq от х в rq от х.